здравствуйте дорогие друзья ко мне пришел такой интересный вопрос как работать над своими управленческими качествами как научиться стать управленцем сразу скажу что каждый из нас является управленцем в этой жизни каждый только уровне управленчества у нас разные кто-то с трудом управляет своим телом кто-то просто управляет например каким-то механизмом автомобилем кто-то управляет маленьким коллективом а кто-то может управлять этой страной а может быть и всем миром это очень хорошо все рассказывается в нашей древней науке славян русская варновость сразу скажу не путайте с индуистским направлением славян русская варновость это не кастоварновая система фашистского направления которые в индии присутствует до сих пор славян русская варновость не ограничивает человека в какой-то касте в какой-то варне и славян русской варновости есть и варна предназначение и варна прохождение варна нахождение и социальные уровни и там много-много чего интересного что позволяет человеку совершенствоваться, расти, совершать переходы, исходя из своей готовности, исходя из своего естества. В индийском направлении этого сейчас нет. Поэтому не путайте. Так вот, задача каждого человека – понять, какой уровень управленца в нем заложен, на каком уровне управленца он сейчас находится. И не затыкаться на чем-то одном. Но при этом, если каждый честно будет отвечать на то, кем он есть, кем он является, то тогда проблем в жизни не будет. Человек, который понимает в полной мере, кто он такой, никогда не возьмется за что-то малое, очень легкое для него, и никогда не будет хвататься за что-то очень тяжелое, что его раздавит. Человек будет постепенно, как в спортзале, проходить все трудности и спокойненько дойдет до того уровня, который ему по силе, но который больше, выше брать не надо. Да, он чуть-чуть может пытаться брать, еще тренироваться, но он не пойдет поднимать что-то, например, вес в два раза больше, нежели чем он на тренировке поднимал. Чуть-чуть движение какое-то вверх-вниз возможно. То же самое бегун какой-то, то же самое мыслитель. Любой человек так устроен. Поэтому славяно-русская варность очень важна в понимании и этого мира, и людей, которые окружают нас, и себя самого. Потому что мы не затыкаемся, как я уже сказал, на чем-то одном. Мы все смотрим в развитии, в росте, в изменениях. Так вот, работать над своими качествами, как управленца, так и просто человека, можно только тогда, когда мы честно к себе относимся, когда мы понимаем, кто мы, для чего, где мы сейчас находимся, что нас ждет, для чего мы предназначены. И вот об этом, обо всем мы будем говорить на предстоящем семинаре в Нижнем Новгороде 11, 12, 13, 14 февраля. Контакты организаторов находятся в описании к этому ролику. Так что, если вам интересно, как это сделать, развитие имеется в виду, как понять, кто я такой, пожалуйста, приходите, я вам все расскажу и даже дам, наверное, больше того, что я очень часто даю на других семинарах. Потому что я всегда отталкиваюсь от потребностей, желания и возможностей людей. Как принимать информацию, так и исполнять что-то такое, что было передано в эту информацию, то есть переводить в знаниям. Но помимо всего, помимо работы над собой, помимо семейного уровня или общественного, мы перейдем еще и на тот уровень, который называется державный. потому что если мы не будем содержать себя, обеспечивать себя элементарным, необходимым для нашей жизни, то есть продуктами питания, а будем заниматься только разглагольствованием о чем-то светлом и высоком, будем только водить хороводы, либо там философствовать, мы не выживем. Любая мысль должна подкрепляться делом. Поэтому наш семинар не только теоретический, не только посвященный работе над собой, над своими качествами, не только посвященный тому, как ближнего человека понять, но и как собрать всех вместе ради того, чтобы жить по-человечески, как определить вот эту единую цель, единую для каждого нормального человека, построить маршрут к этой цели, шаги на этом маршруте установить и сделать все, чтобы вместе достичь поставленной цели. 11, 12, 13 и 14 февраля 2022 года в Нижнем Новгороде мы об этом и поговорим, и подумаем совместно, и решим, «Как нам жить, чтобы быть человеками?» Желаю всем добра. Быть добры.